Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Сегодня у нас с вами будет тема «Что ему о тебе снится?». Ну, такой своеобразный будет нырок в бессознательное. Потому что делить на чувства, мысли, действия, я говорю, это совершенно вещь такая бесполезная. Все в потоке, одно перетекает в другое. Если человек о вас не думает, он, скорее всего, не начнет действовать. Если человек каким-то образом начнет с вами взаимодействовать, у него появятся определенные мысли и чувства. То есть где тут начало, где конец? Это философский вопрос. Поэтому сегодня попробуем разобраться именно про того человека, который заявится и придет, узнать, что ему о вас снится. Друзья, благодарю вас за обратную связь, очень теплую, поддерживающую. И благодарю вас, что вы поддерживаете энергообмен. Спасибо вам огромное. Итак, что ему о тебе снится? Для начала давайте посмотрим, кто сегодня герой нашего нарратива, нашего повествования. Кто вы? В каких вы настроениях? Кто он? Тот, кто захочет появиться? Что на момент расклада между вами происходит? Что характеризует ваше общение? Ну и как обычно, я открываю по две карты. Что ему снится? Что тебе снится крейсер Аврора? Ну, все, что вам сейчас важно увидеть. Как-то отрефлексировать. И как одна замечательная зрительница мне написала, совершенно точно. Слушая расклад, иногда вы узнаете себя. Поэтому вот это назначение, где кто, это очень условно. В этом потоке вы начинаете улавливать какую-то суть. Вот это важно. Но колоды, опять тут чаш. Слушайте, у меня какие-то тут супер любвеобильные люди посещают мой канал, что особенно приятно. Вероятно, вы уже в каком-то, знаете, таком ресурсном состоянии проживаете эту жизнь. Надоело вам страдать. Все делаете по любви. Если прям чувствуете, что вот какой-то дисконнект, или вы куда-то вот ломитесь, щемитесь, да, а там не открывают, то вы понимаете, что нет смысла, да, преодолевать какие-то препятствия. То есть сопротивление для вас такой явный признак, да, что здесь, скорее всего, не получится создать какую-то историю взаимно, да. Обычно, вот когда что-то легко складывается, вот это ощущение, когда ветер дует вам в паруса, это для вас такой явный признак, да, что это мое, это для меня. Любовь. Прекрасно. Ну и, скорее всего, человек, который сегодня придет на расклад, да, это человек, который испытывает какие-то нежные чувства. Давайте посмотрим, кто вы, в каких вы настроениях, в прекрасных настроениях, да, ощущение, что везет вам, судьба благоволит, колесо фортуны. Вы человек, который не раз за свою жизнь, может быть, даже, знаете, мне из потока говорят почему-то про клиническую смерть, может, не в буквальном смысле на операционном столе, прямо вот удавалось ускользнуть, да, уйти от какой-то неминуемой беды трагической. Может быть, у вас плюс к вашему дню рождения есть еще какой-то так называемый день рождения, да, который вы тоже так про себя отмечаете, что, ой, вот тут вот могло бы все закончиться, но обо мне кто-то позаботился, да. Все сложилось наилучшим образом для меня. Человек фартовый. Может быть, вы такой человек легкий в том смысле, что вы, с одной стороны, можете понадеяться на какой-то случай и авось, с другой стороны, четко уже прослеживаете, что как будто бы, вот если так оглянуться назад, ничего в вашей жизни не было случайного, да. С нужными людьми вас судьба сводила, нужные события происходили, ненужные события от вас, как льдина, отплывали. Такая вот героиня. Кто загаданный человек или тот, кто хочет вказаться? Это человек, который сейчас ситуативно находится в состоянии разочарования. Человек, который печалится по поводу какой-то ситуации, на которую он не в силах влиять. Вероятно, человек еще не очень различает для себя, где так называемые гравитационные обстоятельства, на которые и не нужно пытаться влиять, то есть принять, казалось бы, да, хорошо. Ну, предположим, что, может быть, этот человек, в отличие от вас, который, ну, как-то еще больше держится, что ли, за материальное, поэтому все, что с ним происходит в жизни, оно больше как-то бьет по состоянию его эмоциональной стабильности. То есть, может быть, такой человек именно гиперэмоциональный, да, вот что-то происходит, и человек прямо, не щадя живота своего, начинает по этому поводу сокрушаться. Может быть, действительно сейчас что-то такое происходит, да, что его повергает в какую-то досаду. Ну, явно человек сейчас не очень доволен тем, что в его жизни происходит. Хотелось бы лучше, как минимум. Что вас с этим человеком может связывать, что между вами? Ну, вот мне читается, что между вами как раз желание, чтобы этой активности было побольше. Причем, смотрите, вы хотите, чтобы между вами что-то происходило, да, вы как будто бы настроены, вы готовы это принять, впустить в свою жизнь, но при этом то ли вы уже пытались и отпустили ситуацию, то есть сейчас, если между вами закрутится какая-то история страстная, такая любовная, то это только если вот так вот будет угодно Богу, да, то есть если небеса будут благоволить. А он со своей стороны, не знаю, может быть, вас видит очень такой какой-то яркой, активной, может быть, чем-то доминирующей, может быть, видит вас такой женщиной, которая, ну, не готова что ли уступать своей позиции. Может быть, как раз это его и ввергает в такое состояние, да, что я как будто бы себя не могу рядом с ней проявить во всей красе. Может быть, вы даже энергетически меняетесь что ли местами, да, вот там, где как будто бы ему, казалось бы, и флаг в руки, и свисток на шею, да, и право действовать, он то ли думает, что он не сможет на вас произвести впечатление. Знаете, здесь с одной стороны желание действовать и ступор. То есть это, знаете, это как вот, ну, не знаю, идти, идти по саванне, и вдруг лев на тебя вышел. То есть это состояние шока. Человек опешил. Состояние амбивалентности, да, опять же, очень хочется, то есть, вероятно, это какие-то пробуждают в нем желания. Но что-то в вас, вероятно, есть такое, что его останавливает. Почему-то мне сейчас Королева Жезлов читается именно так. Ну, можно, конечно, и простые здесь интерпретации, да, еще взять амбициозность планов. То есть вы-то человек вообще такой, который со своей судьбой дружит, очень прислушивается, поэтому мечтаете масштабно. А человек, мечтая масштабно и замахиваясь на что-то, думает, а хватит ли мне сил. Вот такая тут история. Ну, теперь давайте посмотрим, что же ему снится о вас, загадному человеку. Ну, вот смотрите, опять эта пятерочка у нас здесь, да. Это человек, который в своих снах, безусловно, для вас великий и могущественный цезарь, который повелевает вами, вашей судьбой, управляет этой ситуацией. Но, скорее всего, его сны с большой вероятностью заканчиваются тем, что он вдруг осознает в моменте, кто он, на что у него в этой жизни хватает ресурсов. То есть, посмотрите, это всегда, скорее всего, сны какие-то с бравурным очень началом, что я велик, я могуч, да, у меня все получится. И при этом это как, знаете, такое вот просыпание в холодном поту от осознания того, что в реальности мне не хватает для того, чтобы это стало правдой. Ну, я думаю, что, может быть, у человека действительно сейчас какие-то есть еще параллельно такие в жизни вопросы, которыми нужно заниматься, прямо на земле, что называется, непосредственно, прикладывая усилия, для того, чтобы, например, выйти из какой-то финансовой ситуации непростой. Или для того, чтобы, наконец-то, уже определиться, кто я, чем я должен заниматься, да, зачем я сюда, на эту землю бренную, был послан, прислан. Вот, поэтому здесь у человека, скорее всего, смотрите, это какие-то вопросы самоидентификации. То есть это может быть даже история не про то, что там вы или какая-то другая женщина. Это вопрос столкновения, ну, вообще готовности встретиться со своим отражением в зеркале. То есть у человека замах широкий, да, он метит куда-то очень высоко. При этом он как будто бы каждый раз ощущает вот это чувство неудовлетворенности от того, чем он располагает на данный момент. Тут такая вещь, да, вы, в принципе, можете перестроить свои нейронные связи в концепцию, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Но у этого человека сейчас пока такая стадия непринятия либо того, кем он является, либо того, что он о себе думает. Поэтому сны такие, да, то есть он, может быть, собой как-то красуется, любуется, а потом вдруг приходит такое вот осознание, насколько это соответствует действительности на данный момент. Что еще этому человеку снится о вас непосредственно? Ну, конечно, это любовные эротические сны. Рыцарь, чаш у нас тут пришел и влюбленный. Скорее всего, у этого человека проскакивают такие сны, где между вами вот тишь, гладь, божья благодать. Ничего не нужно никому объяснять, ничего не нужно никому доказывать. То есть человек к вам приехал с какими-то подношениями, какие на тот момент у него были, какими он располагал. И вас это абсолютно устраивает. То есть это сны, которые периодически все-таки дают ему какую-то внутреннюю эмоциональную передышку. Знаете, сны вообще вещь замечательная, потому что в реальности, да, например, могут быть два человека, может быть, вот таких в коллективе наблюдали, да, значит, он ей дура, она ему козел, а ночью в своих снах люди занимаются страстно-безудержным сексом. То есть о чем это говорит? Что люди не осознают, какого уровня энергии у них поднимается в присутствии друг друга. Они этого что-то сублимируют. Очень неловко, очень коряво, очень убого. Да, а потом оказывается, что они просто себе там где-то блокируют какие-то истинные желания в адрес друг друга. Вот у этого человека нет такого, что он как будто бы не признает в реальности вашей красоты, вашей привлекательности. Здесь королева жезлов. У нас и туз кубков на дне колоды. Это просто, скорее всего, такое желание, которое в реальности пока почему-то невозможно осуществить. То ли потому, что, опять же, у нас тут рыцарь, да, а не король. То ли потому, что у этого человека есть ощущение, что то, что он вам предлагает в реальности, вам не очень сейчас нужно. Да, это не те потребности, которые у вас, например, не удовлетворены или не закрыты. Эротические и романтические сны безусловно на ваш счет у этого человека присутствуют. Как нам говорит сейчас коллективное бессознательное. О чем еще ему снятся сны, в которых вы участвуете? Ну да, человек овладевает вами регулярно. Будьте уверены. Так часто бывает, не знаю, да, я ставлю вообще-то 18+, давайте я не буду закрывать эту прекрасную, красивую грудь этой женщины. Так часто бывает, да, что если человек и, ну, в так называемой яви, в пробужденном состоянии физически, да, себе рисует какие-то картины, фантазирует о вас, то, естественно, логично эти картины могут спокойно перекочевывать и в его сновидение. Поэтому здесь вот сны такие, что ты прекрасная, ты далекая, ты моя мечта, я бы хотел к тебе прикасаться, я бы хотел, чтобы ты не была такой холодной, недоступной, я бы хотел, чтобы ты была непосредственно рядом со мной, то есть я хочу ощущать жар твоего тела, да, вот эти капельки пота, которые выступают на этом красивом рельефном теле, да, я хочу взять тебя как быка за рога, да, взять эту ситуацию под контроль, под управление. То есть тут все его сны, они про то, чтобы добрать какого-то веса и значимости, стать для вас какой-то заметной, яркой фигурой. Но точно, абсолютно можно сказать, что у этого человека есть эндиментальные, романтические в вашу сторону чувства. Если у вас какие-то были сомнения, то это для вас знак, который абсолютно точно подтверждает его романтическую увлеченность. Давайте в финале возьмем подсказочку от путеводной звезды, что еще вам сейчас нужно понимать про эту ситуацию, про загаданного человека, о чем подумать, порефлексировать. Ну, слушайте, иногда, когда вы себе запрещаете верить в чудеса, вспоминайте, пожалуйста, про то, как вы прекрасно обходились и взаимодействовали с этим миром. Вы его изучали, вы его рассматривали, у вас не было никаких заготовленных суждений, у вас не было такого, что вы с каким-то предубеждением наперевес бежали в этот мир. Вы с чем-то встречаясь, с чем-то взаимодействуя, давали себе возможность. Ребенок так не рассуждает. Он просто смотрит, он созерцает, он осязает, если это возможно, он, если это возможно, пробует это на вкус. То есть, это познание мира, это его исследование. Это не попытка загнать все в какие-то привычные рамки или разложить по коробкам с какими-то надписями и названиями. Это осознавание этого мира в моменте. Поэтому, если вы с этим человеком уже успели себя заковать в какие-то ярлыки восприятия, попробуйте расковаться, да, и посмотреть на этого человека таким девственным взглядом. Я думаю, что вам должно это понравиться. Ну что ж, мой любимый, вот такой небольшой сегодня получился нарративный расклад на тему, что ему о тебе снится. Я вас благодарю, друзья, за то, что вы активно даете обратную связь. Спасибо большое, это важно и для меня. И думаю, в моменте для вас, особенно если вы рефлексируете в комментариях. Спасибо вам огромное за поддержание энергообмена, за ваши донаты, лайки, комментарии, оформление подписки. Личные расклады возможны. Ищите меня вконтакте или по почте, я все расскажу. Рада, что вы нашли время и были те несколько минуты со мной. Я вас очень-очень люблю и обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда и непременно приходите на новый нарративный расклад.